себя. Давай, пытайся сглазить. Сглазить, давай. Я говорю, боюсь сглазить, но ничего не болит. Я специально бедро отвела, потому что когда его в бок отводишь, либо поднимаешь к себе, оно хрустит и болело. Значит, работает? Работает. Всё, Егор умный. Егор молодец. Если Егор говорит, значит, так и есть. Если уж твоя нога говорит, что так и есть. О чём можно говорить? Так. Значит ли это, что всё, делать ничего не нужно? Нет. У вас будет несколько способов, даже не так, несколько участков мозга, куда можно писать программу. Сейчас мы об этом будем разговаривать. Нужно запомнить, что программа, чем детальнее программа, чем детальнее записана программа, тем более оптимальное её выполнение. Ну, котяночек. Это значит, что ваш пациент должен выполнить домашнее задание минимум, минимум 4 дня. Иногда требуется больше. Объясняю, почему больше. Смотрите. Под управление ногой Екатерины заточен спинной мозг, все 33 сегмента. Заточен продолговатый мозг, то есть со всеми 12 парами черепных нервов. Заточены ядра таламуса, воспринимающие информацию от ноги и от других частей тела. Они вот так жили. На каждом этом уровне прописаны этапы регулировки. Мы сейчас вписали программу на управляющую часть, на таламус. Но в других участках нервной системы может остаться старая программа. Чтобы вот нервная система поняла, чего от нее требуется, требуется вот делать упражнение, чтобы вот эта доминирующая часть мозга начала выдавливать старый паттерн управления. Понятно, для чего упражнение? А я вам говорил, что нервная система работает сразу одновременно едино. То есть она согласована в своих действиях. И вот иногда у нее может возникнуть рассогласование между новой программой и остатками старой. Я вам сказал, что Екатерина относится к третьему типу пациентов. Вы разорвали рефлекторную дугу, записали новую рефлекторную дугу. Может ли остаться проблема с ногой? Да может. Ну, там на этой ноге может висеть 5, 10, 15 проблем. Если только эта проблема была, все решится легко и просто и успешно. Перерыв вам нужен? Да. Давайте. Да, потому что много информации.